всем привет дорогие друзья с вами беннет это мой очередной гаражный лайв выпуск где судя по названию вы поняли что я буду менять блок предохранителей далее я расскажу зачем мне это понадобилось чем не устраивает оригинальный блок уаза и собственно как я решил саму проблему с его установкой и так блок предохранителей в уазе представляет из себя такую вот олдовую советскую конструкцию не знаю видно или нет вон она которая выглядит просто ужасно вот то есть тут всего три предохранителя которые идут на какие-то в общем дела от генераторов и ввиду того что я собираюсь подключить массу электроники сюда в том числе обогаев сиденья обогаев зеркал магнитолу и кучу кучу всего я на решил этот блок предохранителей заменить на какой-то более приемлемый более ну не то что даже более современный тоже от простой машины но со стандартными предохранителями пластиковыми которые легче намного меняются лучше защищены и выглядят более прилично нежели этот кошмар сейчас мне необходимо померить болты какие здесь чтобы я смог установить сюда новый блок который мне нужно будет изготовить на штатной крапиве как я вижу один блок вот он вот еще один блок внизу соответственно я сейчас померю расстояние между этими болтами и буду ориентироваться чтобы сделать ну по крайней мере чтобы мой блок предохранители хотя бы одно отверстие использовали не надо было лишний раз сверлить кузов но так как она скорее всего будет у меня совсем другой формы этот блок предохранителей наверное все таки придется ну по крайней мере хотя бы один болт я постараюсь использовать я задачался вопросом из чего бы мне сделать собственно этот новый корпус для блока предохранителей пошел по территории гаража и вот наткнулся на группу вот таких вот демонтированных трансформаторных блока электросчетчиков видимо здесь меняли электричество и поставили новые а этот про эти просто выкинули и оставили так валяться но я беру все что попадается под руку для того чтобы сэкономить для своей машины и в общем то это устройство мне вполне подошло изнутри она была сегментирована разделена на такие секции я выпилил одну из них она подошла мне по размеру и в общем то примерно подошла по размеру блока предохранителей от вас 2106 который я решил использовать опять же из того что он стоит достаточно дешево и в то же время в нем есть достаточное количество предохранителей которые полностью отвечает для поставленных мною задач то есть для подключения всех устройств которые я собираюсь ставить их вполне в нем хватает для начала необходимо было придать новому корпусу божеский вид а именно сточить остатки перегородок ведь как я говорил это одна выпильная секция из большого корпуса стачиваем и шлифуем все лишнее я использую для этого вот такую очень удобную бормашинку всем рекомендую очень и очень полезная и удобная вещь на все случаи жизни вот что получилось у меня я перехожу ко второму этапу изготовлению внутренних крепежей самого блока от вас 2106 хотя корпус примерно и подходит по размеру под новый блок предохранители от шестерки все же он болтается внутри и очевидно что его необходимо как-то закрепить для этого я отрезал несколько кусочков твердого металла от корпуса старого блока питания от компа там используется довольно прочный металл который тяжело гнется в общем то что мне нужно сам процесс изготовления я не снимал мне кажется тут все и так понятно взял и выпилил по месту тем более что у вас вряд ли будет именно такой корпус как у меня ведь я делаю все из того что нахожу прямо на улице рядом с гаражами корпус практически готов осталось все закрепить крепление сделать как видим все держится нормально естественно что все надо затянуть две штуки это осталось у меня от каких-то значит от какой-то икеевской мебели в общем-то сделаны из оцинкованного железа и может послужить неплохим креплением с этой стороны вообще все просто то есть тут не отпиливать ничего не надо ничего только дырку просверлить еще одну общую надо учитывать что оно должно быть немножко на весу для чего для того чтобы эти провода сзади которые будут выходить из этого отверстия и ничего не мешало они не пережимались то есть вот на таком расстоянии соответственно тоже самое я сделаю и тут причем вот с этой стороны болт притягивающий это крепление корпуса послужит еще также и притяжкой вот этого внутреннего держателя для самого блока предохранителя уже к нему в свою очередь будет прикручиваться блок предохранителей я думаю как-то так по центру и закрепим аду дырку отмечаем вот здесь и вторую соответственно здесь после того как я прикручу это крепление я ровно по ней отмерю так как здесь разные расстояния все находились на одинаковом уровне для этого просто я отмечу по одному креплению второе вот я просверлил отверстие здесь и здесь аккуратненько и сейчас я показывал сам процесс сверления потому что ну думаю что просто не нужно везде показывать как я каждую дырку сверлил здесь вот пластик как я говорил достаточно плотный плотный то есть он ломкий и поэтому чтобы его не сломать когда я буду вкручивать болт то есть он ровно по размеру я вот резчиком нарежу здесь резьбу в принципе для того чтобы ну просто нормально без проблем у меня вкрутился болт который у меня есть в наличии тем более что пластик я говорю очень хорошо поддается именно обработки то есть он ломкий но зато при обработке когда его шкуришь он не плавится также пилить легко зачищать и так далее вот если аккуратно все это нарезать резьбу то ничего не происходит он не ломается мы возьмем болт который я собирался ставить вот он то мы видим что он прям идеально сюда можно сказать вкручивается как родной теперь давайте попробуем собрать все это с одной стороны и и и наш клейк уже дырки вроде как совпадают да вот надо соединить можно пока просто наживить сильно не вкручивать вот так все это закрепилось вот я не знаю видно нет внутри на болты но в общем железно все держится даже прочнее в принципе чем необходимо с этой стороны собственно я закреплю алюминиевыми заклепками и заклепочник здесь это будет намного удобнее чем делать это болтами она по идее должна отщелкнуться вот шикарно получилось все с этой стороны также прям сюда идеально входят все на месте вот покрасил его с баллончика этот блок предохранителей и сейчас когда он высохнет через какое-то время мы будем его устанавливать на автомобиль вот так получилось у нас в итоге такая вот красивая коробочка действительно и сейчас остался последний штрих именно оформительский это посмотреть две дырки для того чтобы закрепить блок предохранителей дальше подключением займется мой друг роман который гораздо более следующий в электрике нежели чем я ренат сделал хорошую коробочку для предохранителей просил меня заменить существующих предохранителей пойму по моему мнению я считаю что этого делать не надо лучше эти оставить так как есть а ту коробку с помощью вот этого кабеля подключить в салоне сделать как бы все устройства уже подключение от него то есть нормально как мономарка все все делаем то есть давайте наверно так и сделаем что мудрее чего это снимать тут все переделаем лучше сделать по-человечески как в принципе я считаю должно быть как сказал роман мы будем подключать наш дополнительный блок предохранителей находящийся в салоне вот этим большим силовым проводом и он действительно реально большой то есть у него очень толстая жила это силовой кабель от усилителя подключение усилителя причем бывает потоньше а этот эта версия толстая соответственно чтобы нам запитать верхнюю люстру передние противотуманки подогрев зеркал подогрев сидений там музыку и так далее и так далее все это подойдет через вот этот блок предохранителей соответственно к нему вот подойдет вот этот толстый но как вы понимаете вот этой штучкой которые одеваются на клемму блока предохранителей мы просто сюда не не сможем зажать поэтому его надо разветвить провод конечно с одной стороны хороший толстый с другой стороны эти ворсинки очень тонкие и как бы когда ты зачищаешь они могут разрезаться провод из-за этого может становиться тоньше вот таким продольным сечением канцелярским ножом в принципе достаточно легко зачистить главное теперь все аккуратненько отсюда извлечь всю вот эту массу маленьких проводков всю требуху отдираем вот у нас собственно получилось зачистить кстати говоря они уже поделены на сегменты даже можно по месту померить так что примерно ну да все везде уже дотягивается все нормально для того чтобы обезопасить провода от замыкания внутри уже корпуса автомобиля так как там все железно у любого автомобиля масса это кузов вот эти провода нужно соответственно придумать им изоляцию но зачем вы думаете когда все уже придумано для нас и так это термоизоляция очень удобная вещь рекомендую то есть это такие трубочки кстати очень недорого стоит которые одеваются вот так и обжимаются зажигалкой то есть ну нагревается она принимает форму провода очень удобно сейчас мы это и сделаем одеваем нашу клеммку одну из ну теперь обжимаем теперь как я говорил это термо трубка ее просто зажигалкой вот так вот плавненько чтобы не прожечь водишь постепенно и видите она начинает сжиматься и принимать форму провода ну как бы со всех сторон соответственно не только с одной чтобы это все происходило более-менее равномерно видите получилось как настоящая промоизоляция очень удобная вещь всем вам крайне рекомендую ну и собственно повторяем эту процедуру для всех остальных проводов вот что получилось в итоге из семи жил этого здоровенного провода мы я обжал при помощи 7 проводов 7 плюсов здесь конечно нужно больше но здесь блоки предохранителем мы сделали такие самодельные перемычки из двух клеммочек и замотали их изолентой еще одну такую надо будет изготовить и вот в общем вот они все плюсы пошли вот и вся наука осталось только вот здесь вот прихватить изоленту что вот это все не перетиралась изоленту не жалеем не скупимся на нее вот смотрите как аккуратно все выглядит можно даже тестово подключить просто чтобы посмотреть как это все смотрится вживую хорошо вот они некоторые прям очень туго одеваются это здорово некоторые даже слишком туго смотрите ну собственно осталась одна перемычка видите выглядит все очень достойно как вы на марке практически что нам понадобится для монтажа на блока предохранителей непосредственно в машину так как я ошибся и про косячил с этими вот ушками да то есть хотел сначала закрепить под капот а сейчас вот рома сказал мы будем короче салон купить в общем то это правильно ушки эти придется снять вот это железка мы сделали для того чтобы закрепить и вот сюда вот с левой стороны от водителя ну собственно где во всех машинах блок предохранителей значит здесь мы разместим блок предохранителей корпус его и вот так вот реле то есть по ширине все входит это реле мы покажем в дальнейшем схему по которому все мы включать которая будет выключать весь блок предохранителей при выключенном ключе зажигания то есть ну как во всех машинах то есть когда включаешь зажигание соответственно провод с аккумулятора будет подавать сюда ток выключаешь этот провод перестает подавать сюда ток все очень просто для того чтобы подогнать эту металлическую площадку сюда по месту нам надо будет демонтировать вот эту вот этот тумблер это включение дальнего света для тех кто не знал на уазах тут не включаем тут такая типа шестеренка то есть он просто плоскогубцами расслабляем вот эти шестеренки откручиваем шестеренки болты называются вот такая штука вот сняли эту железку мы опилим чтобы она была заподлицо с блоком предохранителей вот примерно вот так как я говорил 7 раз 7 раз отмерь 1 раз отрежь поэтому еще раз прикладываем чтобы видеться что она на правильной стороне да вот эта сторона то есть я ставлю здесь крестик что это правильная сторона теперь пилим для того чтобы задним концом этой пластины не перерезли какие провода так как остались вот эти вот от болгарки заусенцы их надо сточить чтобы было больше всего прилично итак теперь нам надо в железной площадке разместить собственно наш блок предохранителей корпус который я сделал и реле значит ну как я говорил все вмещается сейчас мы разметим вот выкрыл и все это дело но сюда значит прикрепляем реле сделаем его так что вот эту приемная часть была вся внутри или снаружи сделать его как ты считаешь ну чтобы был компактно сделан внутри вот отмечаю одно отверстие для пилки и следующий момент это как я говорил ножку неправильно я поставил вернее тоже неправильно правильно не по то что нужно сейчас мы эту ножку открутим и также прикрутим только вот собственно к этому блоку вот мы отсоединили крепеж и вот от него как я говорил остались две дырки отмечаем где нам сверлить вот сейчас мы просверлим и собственно точно так же прикрепим это сюда вот и все без всяких проблем еще один болт я сделаю вот здесь еще один раз сверлыш для того чтобы затянуть его чтобы он не ходить по этой площадке все-таки чтобы метчиком дело жалко там нельзя так сделать машину чтобы качаться так примеряем корпус блока подохранителей вот у нас здесь все сходится можно даже специально болтиками наживите как бы чтобы теперь нам надо отметить вот здесь или можно даже по месту прямо просверлить для того чтобы вот очень вот здесь дырку чтобы закрепить изнутри и мы забыли сделать дырку для реле вот мы все собрали закрутили так вот это будет выглядеть финале кайпица и вот сейчас ведь какая блок подохранителя один только плюс у нас подключен как вот мощно аккуратненько все но тем не менее нужно много места а еще будут дополнительные провода который как раз будет масса оборудования соответственно вот этих двух отверстий которые сначала задумал ну оптимально как бы в реальности не хватит поэтому сейчас мы его расширим для того чтобы просто провода свободно сюда вставлялись и чувствовали себя замечательно вот так вот думаю такого отверстия вполне хватит сейчас там идеально да все прикручивать мы сейчас не будем прикрутим когда уже подключим хотя бы что-нибудь по месту и вообще сейчас по месту еще прикинем вот само то мы вкрутим а сам этот блочок попов вот мы будем вставлять сейчас этот кабель силовой штатное отверстие вот провод здесь вот штатное место находится как раз откуда мы его из салона вытягиваем вот он вот настолько в принципе тут плюс можно чуть-чуть еще но все по штатному месту идет ничего мы дополнительно не сверлили вот стяжками такими мы сейчас все скрепим и лучше заведи его за трубу ну то есть не вот так чтобы он потрубившим потому что этот воздуховод может раз там надравить ногу и сорвать лучше под него там ну понял да теперь нам надо изготовить здесь под клемму дополнительно обжать правда у нас вот прямо по моему на 10 меньше чем сам провод мы попробуем как-нибудь его аккуратно запихнуть ну да железно держится теперь заправляем его на место так как у нас такой изоляции нет отлично режется канцелярским ножом и проматываем изолентой не искупимся на изоляцию провод силовой по моему просто отлично и соответственно этот провод оденем вот сюда можно это сразу и сделать ну наживили потом затянем получше дай шестерку ну да еще раз восьмерку вот семилка и есть головка давай пошел? да вот мы откручиваем пучок которая подходит от зажигания чтобы встать дополнительную клубе от релея ну вот я думаю учить никого не надо пользоваться мультиметром и главное подлезть здесь так все видите аккуратненько замотано я думаю даже может быть размотать придется не очень хотел и этого делать но контакты нужны нам открытые так это масса постоянно так вот здесь вот нет и вот она есть здесь она вот она вот ничего нету вот все есть вот ничего нет в этом положении сбудем да они когда заведены упс ну все снимаем теперь наш блок предохранителей и все устройства которые будут работать через него будут работать только при включенном зажигании то есть ну как во всех иномарках это самое главное мало ли вы можете забыть там фары выключить вынете ключ и все у вас там сгорит там магнитолу ну вернее вся это аккумулятор а так вынули ключ и точно знаете что все отключилось все ваши дополнительные устройства имейте ввиду если вы будете на своем уазе делать то же самое то обязательно делайте это также через реле это очень важно изоленту изоленту теперь все заизолируем как было уже так и должно быть то есть нет тут кожуха никакого интересного предусмотренного нет ставим на место личинку сжигание вот так вот не зря говорят кувалды ну вот первое дело сделали что-то вы проклятые любители мы опять допустили косяк в общем то но не критично конечно вот мы обжали сразу провода забыли посмотреть просто схемку которая у нас есть ведь вот этот провод должен приходить сначала в реле а вот это что вся байда уже должна из реле идти на блок предохранителей то есть мы сейчас что делаем мы сейчас просто обрубаем здесь этот провод прикручиваем на вход к реле а оставшийся вот этот кусок прикручиваем на выход из реле непонятно вообще как бы теперь смысл вот такого толстенного провода ну мы его брали именно из-за того что очень много будет всего подключено но в самом реле то провод тонкий ну понятно мы сейчас у нас реле на 40 ампер вообще мы будем стоять на 60 потом когда у нас будет там люстры вся вот эта фигня ну пока вот так то есть имейте ввиду что входящий провод с аккумулятор должен идти через реле эх жалко пилить так все целенько все аккуратно но у нас даже нет плоскогубцев которые как бы перепустят провод придется его просто перепилить а что тоже неплохо очень удобно сейчас зачистим скрутим все и будет ништяк подожди заново я стоял смеялся ну ничего вы чего кажется ну нет это дебилизм какой то давай заново теперь я за это решаю вот не просто там писло в общем смотрите подожди у нас серьезные передачи давай все вот мы разобрались с реле какие контакты куда подходят сделали вот такие вот барашки чтобы соединить между собой накосячили же немного и сейчас будем соединять клеммы между собой которые пойдут на предохранитель вот болтом и гайкой стандартное такое соединение уазовское да и не только я бежу вообще-то скажешь что изолентой заматываем что за углом изолентой заматываем ну вот мы занимаемся уже основным подключением сейчас все вставим поставим подключим все будет надеюсь работать потом может релюху то сменим на более мощную ну вот теперь надо здесь хорошенько прям промотать устанавливаем сам блок предохранителей вот как я говорил на штатные места вот сюда вот кстати говоря мы сразу массу от реле ведем сюда же куда и будем прикручивать что нам не хватило одну да? да ладно сейчас так и прикуриватель пока у нас только одно устройство это прикуриватель больше ничего нет 15 ампер ну вот они идут 15 ампер второй дворочный вот все вытягиваем провода все у нас подключено все запитано так ну а теперь болтики ну вот блок предохранителей установили мы вот так он выглядит мне кажется не в своем месте цивиль ну для уаза да? то есть все как бы под рукой посмотрите очень цивильно мне кажется накидываем провод аккумулятор сейчас будем проверять сразу затянем проверяем нашу работу правильно ли мы все подключили для этого я подключил прикуритель к которому поставили свой телефон и сейчас Роман повернет ключ и если все будет нормально он должен заряжаться давай Роман опачки мы видим телефон начал заряжаться то есть теперь если мы отключим зажигание соответственно питание дополнительное устройство идти не будет из этого мы делаем вывод что все остальное что мы подключим в дальнейшем будь то люстра там на крышу или там противотуманный фар или еще что-нибудь обогрев сиденья там все это будет работать потому что блок питания блок предохранителей отлично исправляет свои задачи у нас пока всего одно устройство это вот этот прикуриватель поэтому мы проверяем на нем напоминаю что схему подключения нормального дополнительного блоку предохранителя вы можете скачать внизу под этим видео на этом этот выпуск завершен я надеюсь что он был полезен для вас если вы купите чертов уаз то сможете применить эти знания на практике ну а мы прощаемся с вами и что мы забыли мы забыли попросить вас подписаться на наш познавательный канал если вы еще этого не сделали ну и конечно же ставить нам большие пальцы вверх ставить лайки да да конечно лайки и рассказывать лайки лайки рассказывать о нас вашим друзьям репостить вконтакте в фейсбуке ну везде короче где только можно с вами был Беннет Роман и Дима наш оператор который вы хотели увидеть в прошлый раз вот он собственно увешанный фотоаппаратами я отвлекся в общем всем счастливо но пасаран будьте в курсе друзья ну по-моему нормально получилось вот